Тихо! Первое предупреждение было. Второе предупреждение. Дважды предупредили следующее применение физической силы по 19.3 невыполнение законных требований сотрудника полиции. Самое главное, для чего это нужно было, чтобы люди знали эту обратную связь. Тихо! Я тебя помню, ты злой. Это девочка. Тем более. Бугак, адвокат дьявола ты, понял меня? Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Ой, ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Слова, не заинтересуюсь, ***. Я мать четверых детей. И вчера действительно позвонили с опеки. У нас нет ни одной собаки с чипом. По требованию конкурентную птицановая проверка. Будки опять, да, ковролином утеплили. Там плесень собирается. Там не то, что плесень, там колонии грибков. О, без разрешения заходит. Здравствуйте, не поздоровайтесь. О, ***. Да, этот злой, этот может укусить. Возьмите. Разве 20 человек приезжало. Да что ж такое-то, а? Здравствуйте. Здравствуйте вообще-то. Не надо бояться, не надо бояться. Еще одно проникновение. Я пока у двух собак только воду увидела. Увидела. Они двое спокойно натягиваются. Это у бедра с водой. Они что-то или что? Я вспомнила. Макс, какой ты волонтер? Я могу говорить, что я волонтер. Приехала полиция. Вы же в маске. Что вы водитесь? Какая разница? Не надо меня снимать. Уберите камеру от меня. Саня не было. На рекомендации. Потому что вы больше грязь поливаете, чем вы. По-другому вы не можете мирно работать. Давайте вспомним давлета. Доброволим. Вы точно так же поливали грязь. Доброволим. Нужно позитив нести, а не негатив. Понимаете? А вы спросите ветнадзора. Они мешают или нет? Вы ветнадзор? Нет. А зачем вы за ветнадзор отвечаете? Вот смотрите. Ветнадзор ходит без хозяев. Хозяева вынуждены тратить время на волонтеров. Ребят, попросите, пожалуйста, чтобы они починулись эту территорию. Не нам мешает. Ты приглашала эту женщину? Нет. Волонтеры передвигаются. Попросили же не выходить. Вот так все вынуждены ходить за волонтерами. Куда волонтеры, туда и ветер. Я стала плохая. Вам полицейские сказали оставаться на месте. Я с вами вообще не разговариваю. В каком вольере это собаку? На стерилизацию эту собаку возили кто-то язык инициативной группы. И после этого у собаку такие проблемы. Нормально все? Куда волонтеры, туда и ветер. Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Их просят, просят по-хорошему. Я просят. Тихо! Первое предупреждение было. Второе предупреждение. Дважды предупредили следующее применение физической силы по 19.3. Невыполнение законных требований сотрудника полиции. Согласно закону полиции делаются два предупреждения. После чего применяется физическая сила. По статье 19.3 привлекается лицо, которое проигнорировало предупреждение полицейского и требования. То есть, на второе предупредили, на третье сейчас должна быть применена физическая сила. По идее, да. Но с вами вежливо обходится. Спасибо. А что вы через забор, через официальный выход не хотите прийти? Хватит ходить обходными путями. Используйте официальный вход. Я безоплатно дружусь. Вы после какого раза-то вышли? Вас чуть ли не силой выводили. Вы боитесь, что вас в режиме не бывает? Благодарствую. Даже волонтеры ценят мой труд. Меня интересует только собаки. Что, попытка покинуть место правонарушения? Девчонки, с вами культурно так обходится. Меня бы уже давно скрутили и лицом в пол сплоткнули. Мы сейчас как-то вехали. А, вот, все, тему поменяли сразу. Да, я хочу. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. А вы хозяев спросили? Откройте свой приют. А, то есть собаки хотят, чтобы... Откройте свой приют и заботитесь сами. Возьмите ответственность за себя. Один из полицейских едет с ними. Была попытка покинуть место правонарушения. Благодарствую. Мы как бы вытягивали бы, если бы вот таких нападок не было. У нас нет ни одной собаки с чипом. А у Медведя есть чип? Не факт. Он у вас загорает. Мы стали любимыми нашими. Ой, это не может не радовать. Чайник ставить? Чайник. Нет, спасибо. А кто-то может дать официальный комментарий в связи с чем приехали? Была жалоба, да, какая-то? Одинплановая проверка идет? По требованию прокуратуры однеплановая проверка. А в прокуратура на основании... На основании письма депутата. А к депутатам обратились волонтеры. А депутаты какой-нибудь? Есть депутат Думы Кмао Малышкина. Малышкина, а второй депутат кто? Дубровин. Дубровин, да? Понятно, что это такое. Потом расскажешь. Дубровин. Да, он говорил, что он нам поможет прям конкретно, яростно. Он нам азарт обещал? Да. Не, ну вы на него-то плохо-то совсем не думайте. Он может, чтобы убедиться, ему нужны документы, что все в порядке. То есть, посреди документы, и будем с этими депутатами. План какой? Мы сейчас сделаем круговой осмотр вашей территории. Посмотрим, какие строения, что в них, какое назначение, и как содержатся собаки. Необходимо сделаем фото, где-то видеозапись. У нас есть ветеринарные специалисты, которые посмотрят и состояние животных, и в электронном чип, если есть необходимость, посмотрим. Вопросы содержания животных, кормления, ветеринарные процедуры, то есть вакцинация, дегипетизация. Будки опять, да, ковролином утеплили? Там плесень собирается. Я вчера снял, кстати. Будка, которую утепляла Альфия Ходоковская. Снимаем ковролин, потому что сейчас лето на улице. Что мы под ним наблюдаем? Как вы думаете, что это? Внимание, вопрос знатокам. Что образовалось под мокрым ковролином? Вот столько ковролина ушло. Там еще, внизу, вот там. Там не то, что плесень, там колонии грибков. Там грибок реально собирался уже. Все обработали, все хорошо. Так, это вагон же, да? Это мини-павильон. Передумали это что-то? Нет, на данный момент пока что средства. Средства и время. Воду для питья и еды используют, мягко сказать, не питьевую. В том вагоне, то есть у нас сделали скважину. Руководство собирало сборы и пожертвования с города на именно бурение скважины. В итоге пробурена скважина 9 метров. И вот в итоге вот такая вот маслянистая жидкость. Вот видите, они нас... Так, вы насос опять подключили, который технически, да? Это мы моем посуду. Вот там у нас на улице раковина стоит. Ну я имею в виду, что на это, потому что не было же подключения. Не хватает плаката с Мальдивами на заднем плане. Тебе отходы есть? Нет. Сейчас, сушку подниму. Конечно, порядок, конечно, наводить. Мужки, круг не хватает. Мы чем можем, помогаем. Лето есть возможность. Ну, видите, вот сейчас ради интереса время засек, сколько мы потратим сегодня. На осмотр? Да. И представьте, что вот такое вот творится через день, через два у нас. В смысле, обходы? Да. Постоянно проверки. Постоянно, регулярно, к нам приезжают какие-нибудь проверки. Кто? Баска волонтеров. Они вот давно приехали. Вот, без разрешения заходит. Здравствуйте. Ну, Гаков, адвокат дьявола ты, понял меня? Не поздоровайтесь. Вам не разрешили заходить на территорию? Уйдите, пожалуйста. А мы не можем вам разрешить. Волонтерам пришло уведомление всем. Как сторона заявителя мы имеем присутствовать при проверке. Вы не имеете без моего разрешения? Что-то я пропустил, чип проверили? Есть, да? Вы сейчас в Москве, выедете чуть-чуть, уже не очень тяжело. А у нас не поздоровится. А с вами, это беременная шкафа, походите, баку, перенады. Вы стеризовали? Стеризовали собаку беременную? А? Чип! Ленин. Обязательно. Привет. Маурет, Владимир. Убегал, прям, б**ец. Это не трепка. Где-то здесь вообще. Тише. Поперут, я не спрашиваю, понятно, с его дёргом. С его дёргом. С его дёргом умирал. Ты не помнишь, т*****? Это привет собаки из руки умирали. Не помнишь, я этого? Ведите с территории. Пакет. Ведите с территории. Ну, я поняла. Вот после проверки оказалось, что все волонтёрские собаки, да? Не все. Нет, почему? 30 голов, что-то. Это неправда. Наталья, а Томас, ваш собака? Это неправда. Томас, твоя собака. Томас, его разрешили привезти. Я оказала материальную помощь. А мне шпути не забрал. Ты видишь, что это твоя собака, и ты будешь проходить к своей собаке, когда следует благоразумиться. Так это, наверное, чья собака? Наша или ваша? Если это наша собака, то наша. Пожалуйста, не приедите. Типа, подбить нечего. Конечно. В прошлый раз их 20 человек приезжало. Мы её там оставляем на входе? Помните, что? Вот. Вот вам дали приехать, не приехать. Вот там, за воротами. Подождите, пожалуйста. Нет? Позвонили, что я имею право присутствовать. Да не имеете вы право присутствовать на частной земле. Это волонтёры. Кто волонтёры? Это муниципальная земля. Кто волонтёры? Да что ж такое-то, а? Муниципальная земля. Не ругайся. — Максим, как кличка собаки? — Рекс. — Рекс? — Да? — Она сказала жуть. — Нет, это жуть. — Света кастрированная? — Да. — Говорит, кастрированная? — Света кастрированная. — Здравствуйте. — Здравствуйте вообще-то. — Чё ты боишься? — Он сам боится. — Чего вы жарко? — Вот кто вас пригласил, к ним и идите, пожалуйста. — Да вы прекрасно знали про все проверки, потому что вы им пишете все залы. — Не надо бояться, не надо бояться. Вот ты все видишь. — Вы кто? — Собаки не чипированы пока, ни одна. Сколько проверили? — Записываешь? — Да. — Чё смотрите там? — Мимо. — Уля, ты снимаешь? А где собака укрывается от солнца и от дождя? — Можете это почитать? — У собаки должно быть укрытие от солнца и дождя. — Отеля, скажите, пожалуйста, у вас должно быть разрешение калидаторов территории на уникновение на территорию? — Да, у меня есть. Я уже сказала. Зачем одно и то же повторять? — Да, затем поглядите, пожалуйста, территорию. — Не чипировано, да? Не чипировано? — У него клеймо. Иди ко мне. — А клеймо точно? — А? — Ваше клеймо? — Да. У меня все документы на него. Это моя личная собака. И что? — Отеля, почему вы заходите? — Рокон, снимай, пожалуйста. — Подержи его. — Уля, смотри, пожалуйста, у собаки нет воды. — Да есть вода. — У собаки нет воды. — Есть вода. Вон два сантиметра. — Где собака укрывается от дождя и солнца? — Где собака укрывается от дождя и солнца? — Где собака укрывается от дождя и солнца? — Это круче. — А. — Здесь готовится еда. — Еще одно проникновение. — Ну, смотрите, как роятся муки. — Числаваешь это? — Тихо. — Я тебя помню, ты злой. — Это девочка. — Тем более... — Она не злая. — Максим вызывает полицию. — Ну, у вас здесь скоропортящих нет, да? Здесь сыпучие? — Нет, это сыпучка. — Да это не мясо, они пустые кормочки. — Мы проверим. — Все, пошли. — Третьего апреля двадцатого года. — Уважаемые представители ветновзора, пройдите, пожалуйста, посмотрите, есть у собаки вода или нет. — Я пока у двух собак только воду увидела. — Сейчас лето. — Он собак. — У нас тоже. — Вот там в двух. — Уля, мы уже снимаем. — Здрасьте. — Подойди, пожалуйста, сними что-то. — Личко, как сильнее? Макс, покажи, мне покажи, они двое спокойно натягиваются до этого ведра с водой. И вы вообще, вы когда появились, какие, откуда вы вообще на наших собак документы, откуда у вас на наших собак документы, какое вы имеете отношение к приюту, скажите, пожалуйста, почему у вас есть какие-то документы, это получается, мы незаконно вывозили отсюда наших собак и делали какие-то документы, спасали. Что случилось, запуталась? Вы сейчас заявили, что вы проверяющая сторона, вы можете посмотреть? Вы сейчас сказали, что вы проверяющая сторона. На основании чего вы делаете проверяющая сторона? На том орган, проверяющая, вот он. Проверяющая сторона, инспектора. Рита не стерильная? Риту мы стерильная. Риту мы стерилили, да. Так вы сами сейчас путаете. Рита, спрашивайте, не стерильная, вы говорите нет. Риту мы сами... Я вспомнила. Рита стерильная, зимой стерильная. Проверяющая,Line... Да, да. Туда пойдем. Я могу сказать, что я волонтер, понимаешь, а вы почему себя волонтерами вызываете? Почему вы себя вызываете? Почему вы себя вызываете? Почему вы так вот заходите на частную территорию, аудио, видео, съемка, фото, съемка, запряжена, почему вы с ними не вызываете? Ваш приказ в января, почему вы не показали в январе 2-го? Потому что мы не оставили нас сюда, знакомые к нам сидят. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Я выхожу к вам и предлагаю, что вы подобрали, если вы будете на русский договор, что потом начнется? У вас же это круто, люди, вы же сами выяснили. Не лезь, разите, не стояла. Заверяю, что это. Оля, сними, пожалуйста, что у собаки воды нет. Снимите все, что вы. Приехала полиция. Полиция приехала. Как зовут собаку Ира? Елена, Дана, Дана. Она фирмизована? Давайте подождем ее. Это вообще Герда. Я предлагаю вам подождать. Это Герда. Она просто... Глана Петровна! Герда? Герда. Подождите, они ушли. Куда мы пойдем? Я же не вижу, что они ушли. Там вот есть две собаки со свечами открытыми. Так, не чипированная и не серийная, да? Вы же в маске. Что вы боитесь? Какая разница? Не надо меня снимать. Уберите камеру от меня. Я журналист, имею право. Уберите от меня камеру. Я вам уже рассказываю. Приют передать другие руки. Это не наши помощи. Мы сейчас... Вы же выписывали предписание. Ведь ничего не изменилось. Становится только хуже. Становится только хуже. Только хуже становится. Поэтому если... Значит, не было никаких... Там выключается, ага. Не было. Была рекомендация. Не было тогда предписания, потому что это была не проверка. Вот сейчас проверка будет предписание. Вот сейчас, с 2018 года, этот приют открыт. Собаки, без пор не чипированы. Нестерилизованы. Но только наши силы. Очень много умирает, рождает собак, щадков. Они не выживают, потому что собак нет, приют. С 2018 года открыли. Какие рекомендации? Ну, наказывать надо. С 2018 года? Да. Здесь, на этой земле, они с августа 2019 года. 19-го года. Ни зона выгула. Ничего нет. С 2018 года. С 2018 года. С момента аренды. Договор аренды 29 августа. До августа заключён. Ни зоны выгула. Ничего. Ни карантина. Собаки закрыты сейчас в вагонах. Они знали о проверке. Налили воду. А так мы, когда прорвались на территорию... Пождите. Вот давайте слово «они» уберём. Это вы. Руководители. А нас не пускают сюда. Вы тоже здесь участники? А мы не пускаем. Они уже не пускают. С 1-го июля не пускают. Мы приходили сюда. Наверное, была причина, почему вас не пускают. Причина, потому что мы не можем молчать, когда собаки убирают. Начали писать заявление. Они не хотят, чтобы на территорию попадали. Делали. Они... Два человека не могут ничего сделать. Понятно? Нас дальше выгоняли. Потому что вы больше грязью поливаете, чем работаете. А вы же не знаете, с какого времени они нас начали поливать грязью? Они открыли войну с нами. А вот что вы сейчас защищаете? Может быть, мы сделаем совещание и выработаем какую-то концепцию. Я предлагал уже не один раз включить вам соглашение, в котором будут чётко прописаны роли волонтёров и председателя. Волонтёр... Вы сейчас говорите, как работодатель нам даст договора. По-другому вы не можете мирно работать. Я уже вижу. Волонтёр это благотворение. Давайте вспомним Довлетова. Его точно так же поливали грязь. Доброволец. А кто поливал Довлетова грязью? Простите. Пока чётко не забыл. Ну, я говорю, что вообще... Ну, она тоже волонтёром была. И до сих пор она его поливает грязью. Поэтому я рекомендую вам работать вместе на созидание, а не на разрушение. И это будет больше пользы. Ну, нужно позитив нести, а не негатив. Понимаете? В этом не будет никакой созидательности. Волонтёр я никогда не шла ни с кем не... Вот посмотрите, пожалуйста, вот на эту площадку. Весь стройматериал, который вон там сложен, был вот здесь, вот на этом месте. Восемь мужиков по моей просьбе приехали и всё перенесли. За три часа. Мы знаем, да. И зачинём эти ладо все по совести, по зову сердец, во светлой радости. Ладо, ладо горна, ладо, ладо горна, запоём дружи. Ладо, ладо горна, ладо, ладо горна, Все вместе, все мы задержим ладом. Прекрасно, этого сделали только один день, а мы два года за ними ухаживали, кормили, поели и за свой счет. Дайте время, посмотрите сами. Все, продолжаем, да? Еще и как сотрудник полиции, мы видим, что муниципальная земля, когда были даны в аренду, когда подписан договор, она становится часом. Мы написали заявление на имя Комаровой, о том, в каких условиях он был найден, на том, в каких условиях он был найден, нам пришел ответ, что сегодня будет проверка. С виду надзора позвонили и пригласили на проверку от Комаровой. Что это за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Сдаюсь непорядочных людей. Мне этот человек нужен. Что сегодня проверка, а мы страна заявления. Если писать заявление, то мы не можем найти у Комарова. Они просто с ним обрабатываются, чтобы люди не видели, что тут говорят. А вы спросите ветнадзора, они мешают или нет? А вы ветнадзор? Вы ветнадзор? Вы ветнадзор? Нет. А зачем вы за ветнадзор отвечаете? Я ему сказала, что у меня есть разрешение. Я сказала, что он все равно подбежал. Я показала, кому надо. Кому надо? Наталья Геннадьевна. Да, Гудема, Наталья Геннадьевна. Мне что-то не выгодно, что надо. Алло, а то, что вы показывали, нет у собак, у собак, у Древа, да, есть, оказывается. Что это наше заявление? Мы писали. Только что ты сама с тобой сняла это или нет? Ты снимаешь, что тебе Наталья Комарова? Подожди. Слушай, ты тебе Наталья Комарова? Я ему про это сказала. В Древе, здесь нет воды, там есть трос с водой. Я написал, что мы прям должны присутствовать. Мы сторона заявителя, нам позвонили с ветнадзора. Должны присутствовать? Они не должны здесь присутствовать. Ветнадзора, спросите, мешают они или нет. Ветнадзор, как и мальчики, мне лично звонить. Вот смотрите, ветнадзор ходит без хозяев. Хозяева вынуждены тратить время на волонтеров. А как это делать? По комментариям что ли показать? Ребят, попросите, пожалуйста, чтобы они подчинулись на территорию. Ветнадзоры, поинтересуйтесь, мешают они или нет. Они нам мешают, мы не можем за ними по следам постоянно ходить, что они делают собакам. Ангелина, подойди, пожалуйста. Ты приглашала эту женщину? У меня есть с ней в контакте. Девушка, по-моему, вы не говорите неправду. У меня есть с ней в контакте. Покажи, пожалуйста. Покажи, пожалуйста. Я похожу полицию. У нас, как у нас, как у нас, нет ничего. Скорой вагон, Затана Петровна, хочет посоветить. По поводу волонтеров у нас не будет. А покажите, пожалуйста, Бресси. Я тогда попросу вас. Ну, что вы знаете, внимание, это не написано. Да, вы знаете, право. Нету, да, переписки? Нет, потому что вы... Я полицию покажу, вам не буду показывать. Покажите полицию. То есть, если меня вызовут, я вам доказываю. А, если вызовут. Это не сейчас, я понимаю, это муниципальная зима. Это не сейчас, я понимаю. Она находится в аренде. Она находится в аренде, да, в ладьбе. Вот, вы скажете, да, вы снимаете против, и к вам придут люди, да, вот, мы будем проверить условия. И, ну, человек хочет попросить. Ладно, человек, можно задать вопрос? Был не против, что вы сюда приходите. Почему сейчас против? Задайте им вопрос. Это будет. Ну, просто интересно, почему они стали против? Да, если вам, то есть, все нормально было. Никто на меня полицию не вызывал. Принеси, я же тебе говорил, имей при себе всегда пачку документов. Жек, ну что, сейчас документы на собственность принесут? Максима генеральной доверенности. Вот вам и, пожалуйста, пойдемте туда, пойдемте сюда, посмотрите. А давайте, пока мы рядом, я вам покажу, Ира, где тут собранка со свящами. А давайте, пока мы рядом, все вы погибли. Со свящами. Здесь, не знаю, я знаю, мы покажем при собаке. Я уже все записала, да. Я уже представила, я все записала. Я же представила, вы тому сотруднику представите. Наталья Геннадьевна. Наталья Геннадьевна, я вас попросил не отходить, правда. Хорошо. Сейчас собственник предоставит документы, если действительно документы подсказывают. Собственность. И они смогут потребовать госпиталин. Вы будете обязаны. Я уже неделю не жалю вот в этом чате. А мы уже второй год, че ж теперь. Я вот такой, постоянно вот это вот. Позвадаем наряд и едем, поделим. Можно, чтобы не размедлялись туда? Я знаю, как она не поделится. Попросили же не отходить никуда. Наталья Геннадьевна, можно вас на сегодняшний день, пожалуйста. Сейчас собственник принесет документы. Давайте сейчас. Да, ну пойдемте с вами. Сторонних не было ли? Все еще ничего не подтверждают. Что там хотели показать? Да, но ничего не подтверждают. Волонтеры передвигаются. Опять. Попросили же не выходить. Вот так все вынуждены ходить за волонтерами. Куда волонтеры, туда и ветер. На свою карту сделают, что хотят. Короче, время было 12, а у нас и Тони валялся. Ничего не делал. Тогда завтра еще поедем. Алло. Алло. Я стала плохая. Кто не говорит, что... Мы собак по дамам. Давайте туда ходить и погибить. Мы идем, сказали, собак посмотри. Идем, собак, посмотри. Вам полицейские сказали оставаться на месте. Я с вами вообще не разговариваю. В каком вольере эта собака? Она как бы другая обязанность. Скажи, кто мне. Я не хочу сейчас ходить и за каждой собакой. Нет, там собаки погибли. Там рядом, там рядом, там собака. Кто возил на стерилизацию эту собаку? У нее скрещи. У нее стерилизация там была. Давно стерилизация была у нее спичи. Мы сказали, что на стерилизацию эту собаку возили кто-то язык инициативной группы. И после этого у собаку какие проблемы. Выгнали. И у них в группе написано, что Алена возила уже несколько раз эту собаку. И на блокаду, и на какие-то обработки, и все остальное. И сейчас они снимают это, как будто это наша вина. Средизированы, они не знаю, как будто это же есть. На высокопис companide. Все виной, не чувак, все alignment. Кром Survey, надо их перебенять. Нормально все? Погнали. Вадим Николаевич, будьте добры, подпишите устав города Сургут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куда волонтеры, туда и ветер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 У него тоже шерсть облезла Сейчас посмотрим Нас дождут случаются? Субтитры создавал DimaTorzok Максим Максим, запомни По закону делается в два предупреждения В третий раз применяется физическая сила Я повторю, это закон Давайте Согласно закону полиции делается два предупреждения После чего применяется физическая сила По статье 19.3 Привлекается лицо Которое проигнорировало предупреждения Полицейского и требования По идее, да Но с вами вежливо обходится Спасибо Могу сказать только одно Господь все вас даст А мне нечего бояться? Я ничего плохого не делал Вот очень хорошо Меня снова несколько раз задерживались Раз 7 надо по статье 19.3 Я просмотрела ваш материал Вот И все незаконно Значит, нас тоже сейчас законно обводят, да? Нет, сейчас все в строке Значит, кого надо законно, вас не законно Ну вы же видели видео, я вообще не сопротивлялся Мне даже предупреждения не делают А что вы через забор, через официальный выход не хотите прийти? А кто нас пускает? Откроют Хватит ходить обходными путями, используйте официальный вход Господи, прийти вы там, понимаете Там интереснее Там подождут, сказали Я не могу, я знаю Я безоплатно дружусь Ну это же сектант Да, да О, началось Есть доказательства? Да Давайте У вас все на словах опять И что? Что, будем писать заявление? Да у тебя уже там столько заявлений лежат А еще надо два раза по столько заявлений И на нас еще будет Пишите Да, вот здесь просто, да Поменяем все Вот Уже имеется Заведение Можете переписать Заложенные выживы Потому что вот эта часть земли вообще не Вы с половиной жевания покажете сначала Ну образители Вы, простите, кто? Ну только не грубо примите этот вопрос Почему мы вам, постороннему человеку, должны предоставлять какие-то документы? Это вы здесь кто? Максим Мы арендуем Все, давайте Вы, больше Супруг просите Мы приступим к действиям Он при вас уже несколько раз получил голос И Нас как раз не отрежет Мы ведемся Все нормально Сказали выйти Вы Пытались показать Вы После какого раза-то вышли? Я с рвота с рвовать Вас чуть ли не силой вы водили Прямо тащил меня за ноги отсюда, да? Что? Что посмотрите? У него генеральная доверенность есть с собой. Пусть план поживания покажет, это вообще не его земля, правда? За что вы следите? Так пусть захватит план поживания, вы увидите заметку в правом выступлении. Мы стояли справа, где есть документы все с собой. Ты взял доверенность? Я доверенность взял. Вы боитесь, что мы сбежим? Я вам говорил, какие. Договор аренды, доверенность. Благодарствую. Даже волонтеры и ценят мой труд. Благодарствую. Да не я. Он сам сказал, посмотрите видео. Сегодня в 12 часов. Но мне неинтересно, если ты скажешь. Ну вот видите. Правильно, нам только скандалы нужны. Нет, собаки мне интересны. Если интересно, посмотрите видео. Вы не это стесняйтесь. Меня интересуют только собаки. Вот и все. Не поворачивайте, пожалуйста, мои слова. Я не поворачиваю. Как есть такой публикован? Меня интересуют только собаки. Абсолютно. Это не ваша скоба. А человеческие отношения у вас в Афине не живут? Человеческие отношения. Она же не заходила. Благодарствую. Она не заходила. Она здесь у меня все рекомендовала. Она вот тут сказала. Вот. Я подпишала. А просит за домом. Что, попытка покинуть место правонарушения? Что правонарушения? Светлана, работник. Просто Максим пояснил, что вот. Девчонки, с вами культурно так обходится. Меня уже давно скрутили. И лицом в пол сплоткнули. Вы плохо ведете. Я себе... 200 видео посмотрите у меня на канале. И покажите, где конкретно я себя плохо вел. Смотреть видео про вас. Мне не интересно. Ну тогда что вы заявляете голословно? У меня есть доказательства, что я себя нормально вел. Здесь собаки содержатся в нечеловеке. А, вот, все, тему поменяли сразу. Понятно. Я хочу контролировать этот процесс. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. А вы хозяев спросили? Откройте свой приют. А, то есть собаки хотят, чтобы... Откройте свой приют и забойтесь сами. Возьмите ответственность за себя. Еще раз наказывайте. А людям жалко и вот этих собаков вечно всориться. Поехали. Один из полицейских едет с ними. Потому что была попытка покинуть место правонарушения. Благодарствую. Благодарствую. Звони, Макс. Благодарствую. Меня бы уже раз 20 головой в пол воткнули. Как тихо стало, а? Вы заметили, как тихо стало? Максим уехал в отдел полиции. Собака без названия напишет. Без имени. Без имени. Они когда еду начинают готовиться, со всей округи приходят собаки. Знают в расписании. Да, этот злой, этот может укусить. Писанина, проверки, финансы на себя перетянули. Постоянные скандалы про это. Тут им почти ничего не дают делать. Если бы к ним все средства шли, они бы тут все уже отстроили и забор поставили. Благодарствуем за проверку. Приезжайте еще. Работа, работа, а человеческие отношения должны быть. Работа, работа, а человеческие отношения должны быть.